Напомню одним и поясню другим, что под парадоксами стоит понимать то, что не находит объяснения, ну, скажем там, в данный момент данными людьми. Аксюморон это такое выражение, в котором слова стоят, как говорится, в связке, а связки как таковой смысловой между ними нет. Попробую перечислить, что называется, в столбик, что кажется парадоксальным и какие вещи выглядят несовместимыми в современной ситуации Беларуси. Первое, это то, что столь бурные и массовые протесты против возобновления правления Лукашенко возникли буквально из ничего. То есть, если зрело недовольство, если были какие-то претензии, то об этом как-нибудь было бы известно, по крайней мере, недоброжелателям. Но иначе это выглядит просто массовым психозом, сумасшествием, умопомрачением или какой-то уж очень успешной обработкой на уровне какого-то излучателя, который где-то поставили, и он сразу вкладывает в мозги «Уходи, Лукашенко, в автозак» и так далее. Второй момент, когда говорят, что дело в личности Лукашенко, то есть, это как в одной советской комедии говорить, такую лишнюю неприязнь к нему испытывал, что кушать не могу. Вот, то зачем, как говорится, выставлять совершенно непригодную к управлению кандидатуру? Если нужно, чтобы что-то было лучше, то нужно, как говорится, и кого-то получше. Третий момент, значит, если это все стихия, то уж очень она организованная. Значит, то, что, так сказать, людям, значит, дают инструкции, где собираться, каким образом дальше действовать, куда перебегать, в каких подъездах там есть коды, и можно забежать там, перевязать раны, выпить водички и продолжить. Значит, почему так все хорошо, значит, с флагами и гербами? Откуда берутся такое количество символики, если ее не готовили заранее? А если готовили, то почему, опять-таки, об этом ничего не известно спецслужбам, которых в Беларуси пруд прудить? Еще один момент. Если Россия к этому не имеет никакого отношения, и эти самые 33, значит, неустановленных лица, то ли охранников, то ли наемников, то ли туристов, значит, благополучно отбыли без особого дипломатического скандала на фоне других скандалов, то почему в Беларусь нельзя поехать? Не ходят ни автобусы, ни летают самолеты, ни ходят поезда, значит, причем до сих пор, если наши не знали о том, что там будет неспокойно, то почему они такие меры приняли, как будто точно знали, что так оно и будет? А если люди массово выступают за свои права, то зачем им, значит, совокупная программа, которая всегда стояла за бело-красно-белым, значит, стягом и гербом погоня, потому что в этом случае речь идет о том, что это точка зрения, ну, как принято говорить, радикалов, радикально настроенных, дальше это точка зрения националистов, хотя вот белорусский националист для многих прозвучит как аксюмором. Белорусский партизан – это мем, а белорусский националист – это нонсенс. Литвинисты, потому что была Литва Великая от моря и до моря, значит, было три раздела Речи Посполитой, а поляки вообще считают, что их было четыре, потому что когда-то где-то, чего-то, значит, образовалось после Первой мировой войны и советско-польского, как он называется в нашей историографии, вооруженного конфликта, образовалась друга Речи Посполитой, значит, друга Речи Посполитой, значит, с границы, которая была в 80 километрах от Минска. И в 1939 году вместе с германскими войсками, советские войска, оккупировали вот это самое государство. Таким образом поляки считают, что у них забрали часть их территории. И как они должны после этого относиться к России и ко всем пророссийски настроенным политикам? Значит, если речь идет о том, что их просто обобрали, обокрали, так сказать, оккупировали, аннексировали. Когда была социалистическая Польша – это одно, но как только Польша перестала быть социалистической, возникает вопрос, почему у нее забрали восточные крессы, то есть районы, объявив это Западной Белоруссией. И как вообще к этому относятся те, кто, как говорится, пострадал? Катынское дело-то до конца, как говорится, неосознанно и неописано. Еще один парадокс, не тем будь помянутый, а значит, если понятно, что Лукашенко просто так власть не отдаст, то стоило ли, что называется, переть на рожон? Вот есть такая тактика охоты на медведя. Он спит, находится в спячке, его пробуждают и выставляют против него такой вот, грубо говоря, очень толстым древком лезвие, значит, она называется либо рогатина, либо рожон, и взбешенный медведь поднимается на дыбы, бросается на охотников и пропарывает себя насквозь. Вот это вот называется лезть на рожон. То есть, разумеется, Лукашенко повел себя жестко и даже жестоко, и, может быть, не только он один, а кто-то, и помимо его, как в свое время царь отмазывался от расстрела рабочих в кровавое воскресенье, меня не было, это там распорядился, так сказать, начальник рангом ниже, вот, но в любом случае предлагать людям снова переть на рожон по поводу инаугурации. Это что? Парадокс или оксюморон?